В процессе лекции мы обязательно дойдем на дорогу Кулигина в становлении отечественной технической науки, поскольку это главный сюжет наших разговоров и наших лекций, но в качестве преамбула, поскольку все-таки основные лекции, которые я посещал, ну и вообще сама идея популяризации современной науки. И вот в этом отношении, то есть как бы мой доклад, ну и та презентация, которую я использую, он, скажем так, в жанре не академической истории науки, чтобы ко мне так к профессиональной истории науки критично сразу не относили, а Таня очень привередливая критика и замечает сразу, все, где я помахнулась. Поскольку у нас диалог уже идет давно, то он очень добродушный и конструктивный. Тем более, что я буду апеллировать и к Борису Викторовичу Любашу и к его докладу, ну и вообще к нашим разговорам, и Григорий Николаевичу Павловскому, поскольку как бы вот их занятия истории есть во знаниях и истории математики, естественно, скажем так, к этому имеет непосредственное отношение. И два таких маленьких введения. Одно как раз, почему эта тема все-таки достаточно актуальна, и не только для науки, не только для науки, не скажем так, российских сценарий, а для Нижегорода. Потому что вот этот доклад, я просто, поскольку историю этого, ну скажем, этой темы уже несколько лет, но там еще немножко, через пару лет будет уже десятилетие, как эта тема, как бы она существует, и она возникала, конечно, как некоторое идеологическое. То есть это было начало 2000-х годов, и в университете очень активно развивался музей науки. В этот момент как раз радиолаборатория на набережной доставался в университете. Тут было очень много, там была даже такая шутка, что еще немножко, и ректор университета будет заместителем директор музея. И мы как бы попали в такие красивые институты, сантефик инструмент комиссия, при такой международной организации истории философии, да, истории философии науки. И в этом отношении, то есть мы как бы видели, ну, такие хорошие образцы, как в начале 21-го века можно было строить историю науки. Но планов было много, реализации получилось не очень много, тем более сейчас получается так, что, ну там, программа кардинально изменилась. И получилось так, что, то есть первый раз мы в 2000-м году приехали в этот сантефик инструмент комиссии, не больше умеющий, как в Оксфорд, причем в тот колледж, в котором когда-то в 17-м веке формировалось королевское общество. И в тот же, вот, кстати, там за один год очень много всего произошло. Получилось так, что жил еще в оккупании живой будущей, он ученый секретарем Губеляев, и он нас проводил в оккупании, показал, ну, скажем, то, что существует как живая наука, что уже существует как некоторые музеи, ну, предметы, естественно, как экспонаты, а что уже, ну, скажем, осталось, что можно сохранить, а что уже пропадает и сохранить нельзя. Тут очень красиво было. Там, сейчас, наверное, уже за это время много чего изменило. И тогда была идея на полном серьезе, ну, скажем, сделать такой полноценный музей совместного университета и Нижегородской науки, в котором были не просто предметы, которые случайно нам достались, а выстроить некоторые программы. И вот получилось так, что, как бы, с этого веточного года начались такие регулярные поездки, ну, понятно, что это было в разных местах, но ясно, что первым мы поехали, конечно, с тем, что у нас было, с легендарной лаванной оболошкой, с которой начинаются там все разговоры в ГНРЛ, а вот в этой сантефико-инструмент комиссии очень четко делятся, скажем так, идеологии. То есть есть наука, где больше истории и культуры, это до 20 века, и наука уже 20 века. Она дифференцирована, понятно, что, думаю, это уже другие люди, и меньше исторического контекста поступков на людей, и гораздо больше, естественно, ну, скажем так, научных и таких технических проблем, и таких частных проблем, и поэтому это занималось совершенно разным. И вот получилось так, что, скажем так, мы начали говорить про сюжет вроде бы начала 20 века, но он по антуражу, по внешнему виду, он, конечно, попадал в этот культурологический контекст. Ну, скажем так, вот эти сюжеты начала работы Нижегородской радиолаборатории, они для западной науки были очень дипломы. То есть вот, ну, если вы так помните, это Иван Хвалов, то есть в то время, когда уже существовала мощная вакуумная итишника, то вот эта вот колбочка, самодельная колбочка там с двумя цоколями, которые, когда она перегорит, можно было переворачиваться по другим концам, то есть она произвела там просто на немое впечатление. Вот эта пустарщина, я тогда еще не думал, как Лидына, не даже голову не приходил, мы-то думали, как, что мы будем делать проект в музее, ну, как всегда, вперед-вперед-вперед, а получилось, что как-то мы стали двигаться выставили назад. То есть потому что следующий сюжет, ну, отчасти это определяется как бы некоторым таким юбилейным мероприятиям, через два года, юбилей был Олегу Осин, и вот тогда как раз все стало уже, потому что первый вот такой чисто традиционный доклад, а вот уже получил разговор был гораздо интереснее, потому что мы поговорили с Карповичем. И получилось так, что Лидын в конце 60-х, в начале 70-х годов были очень значимые результаты. Более того, то есть потом как бы люди, которые на одних и тех же конференциях выступали по, ну, скажем, вот этой тематике, по городниковой тематике, а в части чем-то Малферов потом занимается. То есть они получают невзотские премии, а Лидын как-то так скромные, в общем, остался с тем, кто сдался. Понятно, что это потом как бы развивалось. Развивалось то, что потом интегрировалось вот метроструктуру современной, понятно, что это направление в международской науке есть. Но результата таких, как, ну, допустим, вот, ну, допустим, вот, ну, явно внешне добилось радиофизики, и тут еще был момент, конечно, в это время, как бы мы подступали в юбилей радиофака и физфака, вот это такое, ну, соревнование трудно назвать, там, что радиофак слишком грандиозно, слишком за ним много и академических институтов, но подскудно так много раздражали. А что можно противопоставить вот такому яму очень яркому, очень внешне, ну, такой институционально организованному, академически организованному успеху радиофизики Нижегородской, неужели, то есть, как бы, дефти, которая начиналась с физики Липаула, так, в 30-м году, и в котором, там, вот, пунктир был по рукопроводниковой тематике, кистилографической, там, было, что, вот, много было всего, а как-то вот таких ярких результатов и нет. Нет институции, нет, ну, там, член Корпула, Паула, но это как бы гораздо меньше этого всего. Поэтому вот идея была такая провести, как бы, вот этот пунктир, почему так происходит, что это такое. И следующий вот сюжет, вот, по Лосеву, как раз, мы залезли, и получилось, что судьба Лосева, да, там, получилось так, что она немножко публицистично была сделана, мы посмотрели вот те достижения, ну, так, во-первых, мы четко тихически показали, что он сделал, вот этот вот какой-то, ну, тюннельный дивуд, который был похож, светодиодиод, которым он занимался, то есть, что он мог понимать, что он мог понимать, вот, чуть позже, понятно, что это было гораздо раньше, чем появились уже какие-то теоретические модели, на базах которых развивал, но в этом отношении, то есть, Лосев остался каким-то таким сюжетом, очень, ну, отчасти, курьезным, потому что понятно, что уже на гостепене, опять же, зоотранзисторы получали американцы послужили. Следующий сюжет, и опять мы вздвигались еще дальше, Попов. Там сам Бог, как выделял, уже получилось, что Попов имеет отношение к Нижнему Ногарду, и более того, как бы его пребывание в Нижнем Ногарде, в какой-то степени, повлияло даже на судьбу, ну, на его судьбу в развитии ради. Поскольку, ну, скажем так, по финансовым соображениям, то есть он занимался на ярмарке, был просто директором электростанции, и в какой-то степени вот те опыты, которые он проводил, опыты, то, что потом стало грозоотмельчиком, в какой-то степени было связано с Нижегородской работой. То есть, и вот этот момент, на это, опять же, было достаточно интересно, то есть, главное, там хорошо бы воспринималось. И вот эти претензии Попова, то есть, ну, претензии такие потом, и там мифологии, которые возникли, потому что, вот если, допустим, лосяцкий сюжет, это сюжет, который камал в лету, и который нужно было выразковывать, то Попов, понятно, и Попова потом уже при советской власти, там возникла, ну, целый, большущая мифология. Вот, что там так, что там не так. То есть, ясно, что это сюжет, который выстраивал как бы такую обратную перспективу. И в 2004 году, как раз, когда мы разговаривали, ну, когда сюжет Попов был, ну, просто конкретно было в Берлине, получилось так, что постоянно я общался с Татьяной Михайловной Моисеевой, это хранитель Ломоносовского музея в Петербурге. Вот, в данном случае она как бы спровоцировала даже, то есть, вот, имя Кулибин. Но я к тому времени уже знал, что в Водной Академии были подлинные чертежи Кулибин. Один, настоящий чертеж большой и несколько документов. Вот последний список трудов, который он подводил, который вот в Тене Ильинской Горяковой, вот на Шенгале, как говорили, сделать такую совместную лусь, потому что понятно, что в Петербурге, в Академии Моук существует огромный архив, ну, у нас основной архив Кулибин, ну, понятно, что у нас тут немного материалов, но тем не менее синдромично, и как бы там, как приближался к юбилению Кулибин. 275 лет, то есть, можно было, ну, как бы, сделать достаточно интересный мероприятие. И вот тогда уже, вот, первый сюжет достаточно давнейший, вот на этом сантефик-инструмент комиссии возник разговоров Кулибин. И тогда возникло, конечно, там, вот Боисов, он до сих пор существует, да, будет, я забыл. Я обсуждал недавно, он до сих пор как заместитель по науке вот этого Ильета, которым сейчас готовим к нам, когда он слушал доклад, он говорит, ну, как-то, вот, он говорит, ну, как-то, вот, он говорит, сакраментарные хразы, я там говорю, Кулибин, там, Киево, Фауэлл Санс, Фауэлл Санс на таком кривом английском языке, он говорит, ну, все, Кулибин говорит, наши все, после вот этих разговоров, то есть в этом отношении, как бы, идеологи было, потому что Кулибин очень красивый персонаж, и вот теперь я, как бы, опеллирую, вот, кладу, ну, в Крете, варис Викторе, в чем-то, когда он выбрал три эпохи и три красивые фигуры, ну, они, как бы, выбираются на раз, но вот я потом подумал, можно ли выбрать других, все очень трудно, да и не нужно. Восемнадцатый лет Ломоносов, аня, что-то первый, как бы, русские ученые, который, который в судьбе, которому уже очень много перемешалось, и западные образователи, ну, там, только специфическое, но тем не менее все равно, это язык, это человек, в очень большой степени интегрированный уже в западную науку, человек, который активно формировал Академию наук на первой, ну, вот так, не на первых стадиях ее развития. В этом отношении Кулибин попадает совсем в другой период, и вот теперь мы, как бы, ближе, поближаемся к восемнадцатому веку, потому что вот времена Кулибины, как раз для Академии оказались не очень благоприятны, потому что вот первая волна, волна Моносова, Нартова, ну, то есть вот инициирование, Эйлер, там, был уже активно работал вот на то время этой Академии, начинается некоторый ствал. Ну, я не буду анализировать причину, почему так происходило, вот очень-очень хорошее было издание в 25-летии Академии наук, в котором, там, целый цикл, ну, скажем, о таких нестатей, а даже это как-то разделы, в которых они четко показали, как Академия существовала на разных катаках своего развития, какие были были, как развивать и, вот там хорошо было, и хронология, хронология была, причем построена так, Академия и власть, во времена становления, во времена развития, а потом она была по дисциплинарной организации, с физикой, химия, ну, как бы те основные, ну, естественно, научные основные давления, и там была механинка, и там была замечательная улавная, 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 которая, вот, и работая на улаве, в Петербургском, уилитете, у которой был очень хороший материал по кулибе, где была интерпретация, как раз, вот этих кулибинских работ, о которых мало кто знает, и в этом отношении, вот теперь уже так, добираясь до конструкции, как бы вот моего доклада, то есть, понятно, что, то есть, теперь он не чисто историко-научный, когда мы берем некоторый персонаж и выстраиваем некоторые академические исследования, он, как некоторая такая идеология, из которой мы подавались, которые можно было построить, мы собирались, потом вернуться обратно, постройки исторической международской науки, такое верховое начало, причем ясно, что в нем было немножко много радикализма, и поэтому, когда, в 2008 году, там, случайная публикация проскочила, в нижнем ноге, я уже могу удержаться от этого, и как раз, когда, она именно случайная, потому что у меня просто взяли очень большое интервью, я им отдал весь доклад, и они там скомпилировали, что умеют, и получилось, что там, конечно, я, наверное, высказал очень радикально, сейчас я уже гораздо более осторожно пытаюсь говорить, хотя тоже не всегда может быть там, как бы, корректно по отношению ко всем, но там-то понятно было, то есть получилось, что я там, потому что нижнегородскую науку слегка обозвал у Либельцына, и понятно, что, конечно, удержаться, одно дело, это можно говорить, но в каких-то куларных разговорах, а когда с названиями программ, ну, с названиями институтов, ну, фамилий, к счастью, там не было, конечно, но там все было достаточно разноваемым, и сюжет, то самое главное, красивый, и вроде, по сути, что да, и более того, там чуть позже появилась очень большая публикация в Эксперту, да, где, как бы, анализировался и Фланка, как раз, это была первая публикация, ну, непонятно, что, конечно, как бы, флановские люди не удержались, и так очень, очень резко по отношению к нам, по отношению к нам среагировали, причем, мне казалось, что вот из этого, ну, скажем, из этой реакции можно было сделать очень хорошую, ну, столкнулись с мифологией, столкнулись как раз в том, о чем мы сейчас будем говорить, потому что, когда мы все живем в одном культурном контексте, когда мы души в облину воздухов, понятно, что мы, как бы, друг друга понимаем с полуслова, и мы, ну, как бы, некоторые новые информации, которые ложатся на один твой контекст, но если мы, как бы, исповедуем совершенно разные вещи, вот тогда как раз вот эти мифологии будут очень болезненно сталкиваться, в этом отношении, как бы, вот это некоторые идеологи, потому что лейтно тишек, ну, скажем, в тех же вот анализах, в эксперте анализах, в пановской деятельности, уникальность Нижегородской научной школы. И вот то, что тут сложилось, это не нечто универсальное, которое можно спокойно транслировать и перевозить куда угодно. И сам факт того, что очень многие сотрудники, там, допустим, даже половину времени проводят здесь, половину Америки, половину Европы, это ничего не означает. То, как она сложилась, отчасти, да, конечно, это феномен двадцатого лета, это феномен именно в советской науке, во многом, которая прошла период такой закрытости. И в этом отношении, когда бы элемент, теперь мы уже десять раз ставим, в кавычки, я оговариваюсь, вот этого кулилиста, конечно, какой-то степень существовало. И это как раз цель. То есть в этом отношении науку, в какой-то степени, в каждом конкретном событии, уникает в развитии персонала и валача. То есть наука, то есть факт науки, ну, какое-то событие науки, каждая уникает. То есть в этом отношении, я сейчас чуть поясню, то есть в этом отношении мы не можем методологию и какую-то, мы скажем, структуру исследования одного наукного события переносить на другое. То есть в этом отношении у меня это еще, ну, скажем так, по некоторому делитанству, поначалу как бы предполагалось так, что ясно, что, ну, какие-то схематичные подходы, они более чем ограничены. И в этом отношении вот как бы вот эта точечность, она вроде бы, ну, в истории, вообще в общей истории был некоторый подход, который провоцировал от общих схем, вот как единый учитель, сейчас у нас разговор это есть, перейти к точной вещам. Уж если мы возьмем точечную ситуацию, лосик, покол, люди, точно, и мы как раз можем разобраться. И еще подобное. То есть мы можем разобраться, как в ситуации, ну, достаточно формализованной. Да? Вот есть некоторый технический результат, то снова можно формализировать, но можно как бы понять. Но понять вот всю совокупность, контекст, мотивация, каким образом все это происходило, конечно, очень трудно. И в этом отношении как-то можно у любого человека это будет, конечно, не более чем интерпретация. Ясно, что чем более, ну, как бы, человеку такого древнего мы берем, ну, а вот как в нашем разговоре это будет фигурена Леонардо Кулинин-Пива, который два из них, двести лет тому назад, Леонардо, сут лет тому назад, и хотя по Леонардо, наверное, написано очень много, и ясно, что какая-то информация была, и интерпретации очень много. Но тем не менее, то есть вот про это но и существует очень много критиков, существует очень много, и более того, то есть как бы Леонардо в силу своей универсальность, он и художник, он выражал себя как художник, и писатель, то есть в этом отношении есть тексты и художественные тексты, в которых можно интерпретировать, казалось бы, в его мироощущение, но тем не менее, все равно это все более очень гипотетично. То есть это не четкий научный результат, но он имеет превращенный в технику, вот это очень важно, который легко транслируется. Ну и вот примеры, ну что я приведу эту фразу, там, что как бы здесь напрашиваю, исключен, что как бы наша великая история, он замечает, что вот в этом отношении как бы техника транслируется легко. То есть если где-то что-то сделал, то понятно, мы можем этот проект легко перенести в другую сторону, и чуть позже я покажу там пример, когда даже в отношении к нашему нижнему городскому Кремлю некоторые схемы, ну понятно, что итальянцы имеют отношения, потому что здесь происходит в этом отношении. Но тем не менее, даже один человек, зная некоторую схему, который уже, ну так уж формально, ну на уровне таблицы умножения, то есть таблица умножения будет работать всегда. Вот технология в этом отношении транслируется гораздо хуже и труднее. Технология предполагает уже и человека, его мотивация, то есть совершенно другая организация, и тогда культура, я все так долго Ключевского цитировал, культура не транслируется вообще. Ну, по этой части вот на этом были построены вот эти разговоры. И здесь, конечно, было так, поймать вот этот культурный контекст нижнему городской науки теперь уже, понятно, не кулибинских времен, потому что там все это более чем очевидно, кулибин старообрянец, кулибин с очень специфическим образованием, скажем так, то есть у него начальное такое цирковное образование, а потом это, конечно, в очень большой степени самообразование, и то образование, которое он получает как мастер-часовой мастер в Москве, и как уже академический мастер в Петербурге. То есть это тоже образование, но такое, конечно, уже не системное, и не... скорее, которое разделяет с теми опорядками, с которыми он работает, и не объединяет. И в отношении как-то черты вот такого, ну, скажем, сложного комплексного образования и самообразования, они есть у Иоаннарда, естественно, потому что, скажем, целых лет назад в Иоаннарде, ну, скажем так, по роду своей деятельности, то есть при Иоаннарде, то есть просто учить в мастерской, и все. То есть он не получает светское образование, да, латыния, конечно, учить. И более того, скажем так, в его художественных произведениях вот этот язык, латинский язык, на котором он пишет художественные произведения, они там даже, как бы, сопоставляются с литераторами его уровня, то есть вот в отношении получалось хорошо. Но это за счет, именно, очень мощный активность за счет масштаба личности, за счет того, что мезуреальная личность в разную эпоху соединяет то, где обычный специалист, очень подмастерий художник, средний, там, натальянс, ну, то есть человек, который получил просто образование, остается в своей среде. То есть вот эта идея, что как бы эти три фигуры в силу своего масштаба соединяет то, что наследие, ну, и в части, может быть, поэтому от них остался, как бы, некоторые следы, поэтому и про них тоже. И вот теперь, как бы, уже после вот такой длинный, длинный пьянгола, теперь мне очень важно, вот те три эпохи, о которых, вот Борис Литович говорил, я лет-когонкирую, как бы, то есть попробовать все-таки понять, чем он отличался, чем вот этот социокультурный конец, как контекст. Восемнадцатой веке отличался в девятнадцатом, а там Менделеев вспоминает. Почему, вот, Дмитрий, замечательный, как бы, историк науки, тоже в петербургской, который в Кулибино тоже имеет отношение, когда, вот так, если у Менделеева убрать вот эту сакоментальную таблицу, которую мы все знаем, то это будет обыкновенный, консервативный процесс, со своими увлечениями, со своими занятиями, но, я цитирую почти до слова, но сам факт, что он довольно в раннем возрасте, когда он писал вот этот самый учебник, и в нем возникла вот эта вот таблица, вот эти интуиции, интуиции естественного испытателя, они задают совершенно как другого восприятия всей его жизни. То есть в этом отношении Менделеев, ну, достаточно сложная фигура. То есть он тоже не укладывается как в такого человека, который получил образование и реализовал образование в своей деятельности. Он тоже не вписывается в ту систему, но он как бы отчасти даже из доклада из Викторичной, как бы так, так вы знаете, ребята, что Менделеев как бы очень сложно так вкладывалось в себя судьбу. и следующее, как бы капеца, тоже как бы сам Бог велел, вот в отношении тоже и сложные перипетии его судьбы, и ясно, что там более чем успешные работы в Англии, и потом вынужденное, ну, скажем так, затворничество здесь, то есть она тоже порождает, только уже совершенно другую ситуацию. Ситуация отрыва от системы. И вот теперь, что такое система? Вот как бы это самый главный такой момент может уже отчасти методологически, который, как бы меня больше всех не волнует, и почему, когда мы потом в прошлый раз обсуждали релекторы, и если там, ну, как бы очевидные вещи, там, вот них, реальность, то есть там есть некоторые технические принципы, на которых построена была лекция, они сделаны четко, там, четко, то вот для меня гораздо было важнее как бы попытаться понять, можно ли концептуализировать, то есть я только сказал, что каждая ситуация к науке уникальна, но тем не менее, что каким образом вот этот российский социокультурный контекст обуславливал вот этот трансляцию, трансфер научно-технического знания в 18-ом веке, в 19-ом и в 20-ом. И тогда вот мы, ну, скажем так, с нашим таким некоторым радикализмом, что все мы тут кулибином, конечно, нет, и, конечно, то есть в 20-ом веке, тем более, в 20-ом, ну, я как-то не говорю и в 20-ом, потому что задача стояла, конечно, интерпретация науки 20-ого века, ну, как сказать, там, где наука уже в Нижнем Новгороде развивалась активно. А ясно, что сейчас уже ситуация совершенно другая, то есть, ну, дежурные ссылки на интернет и дело даже не только в этом, сами эти социальные институты науки интегрировались, и, конечно, они работают совершенно по-другому. Ясно, что ситуация будет совершенно другая, но тем не менее, в том смысле, в том смысле, что нижний даже, в какой-то степени, ну, того же, в Союзе будет горожить, теперь нижний Новгород в какой-то степени закрыт. То есть, вот, можно налить, сформулировать, все-таки, некоторый общий принцип, на базе которых можно было бы понимать, как бы, некоторую одну из черт, не значит, что это исключительная черта, которая объяснила все, но как бы, некоторых факторов, которые бы определяли, то, каким образом называлась наука нижний Новгород, в частности, в 20-м мире. Это мне было самое интересное, то, как мы выбирали вот этих персонажей из разных иков. Иначе, все получается, как бы, некоторым такой абсолютной мозаикой, в которой мы никогда не найдем такие экономерности. Но, может, отчасти, как бы, это у меня большое желание этих некоторых закономерностей, такие слишком общие, тех, которых есть. Но, вот, в данном случае, отрицательный, как бы, ответ был бы тоже, До какой степени мы можем конструировать эти экономерности? Что корректно, а что не корректно. То есть, вот это вот подоклеток вот этих разговоров, которые мы обращаемся в этот персонаж. Ну, и дальше, как бы, я уже просто покомментирую картинку. Ясно, что, конечно, старогрянчество и некоторые такое, ну, курьезное, отчасти, курьезное, курьезное, судьба. Ну, очень многих, не очень многих, вообще, для почти всех разведений и почти просто всех. Потому что, так или иначе, от Кулибина, ну, получается так, что в Эрмитаже остался один-единственный предмет. Я покажу пальцем, у меня есть еще раз. То есть, вот, это самое часы и яйца, сакраментальность, которая всякая Либинская судьба в Академии началась, ну, и единственное, что осталось в Эрмитаже. То есть, это очень маленькая вещь, но очень характерная, конечно, для того, в этом отношении ничего уникального, она сама всегда не представляет. Ну, наверное, для первых смешно в голову приходит этот знаменитый выставка в Дрэнсене, ну, это может быть одна из самых представительных, наверняка, наверное, единственное, где очень много механических систем. И понятно, что некоторые из них отношения чуть больше к науке имеют, например, очень сложные планетарные системы. Некоторые вещи это просто механизация какого-нибудь ритуала, который происходит в предваре. то есть в этом отношении как бы кулибин, то, к чему он достаточно профессионален, то есть реализуют подостроен предель. И вот это как бы так, тот предмет, который сделал его заметным, причем более того, как бы вот сама ситуация менеджмента, в которую он попадает в тот бед по стране, который его финансирует, содержит, а это все-таки уже довольно мощный организм, не только пять лет он содержал кулибин, содержал его семью. То есть это довольно дорогое мероприятие, потому что дорогие материалы. в этом смысле то есть Костромин вложил достаточно большие деньги. И как нанеж, то есть по той ситуации по нижегородской плане и кулибин и Костромин получает вот эти знаменитые серебряные кружки, которые как бы делают Костромин становится городским головой. в качестве головы. Он как бы решает свои проблемы и добивается своих проблем. Либер становится как бы попадает в то место, где квинтэссенция тех самых мечтаний быть связанным с передовыми приборами, работать с передовыми приборами, потому что они же в нижнем номере пытаются делать электрическую машину, но понятно в очень большой степени это все начинает развиваться так. А вот дальше получается так, что каждый его очень много ручной работы. Более того, как бы Дмитриев рассматривает, что очень многие вещи он не может реализовать даже достаточно новым. Если часы таблины, которые каждый раз показывают культуру в качестве заставки, они собирают и разбирают, и тут как раз все хорошо получилось, потому что в данном случае связано с тем, что будет с его профессией, с новой, то допустим, читать уже чертежи в полной мере. того, чтобы какие-то оптические приборы делать, он же не был. Они уже были адаптированы. Для него специально адаптировались эти вещи. Получалось так, что даже в свой золотой период, когда не помню ни в те 30 лет, естественно, в уголовно-механический мастерский, гораздо меньше, примерно половина срока. То есть начальник как раз периода. Получалось так, что за многом вот это скажем так, отчасти даже политика Екатерины, которая взяла такого полициального человека, дробного человека, даже провокация в какой-то степени была, привезла туда. И в чем-то как бы незурядость этого человека компенсировать эти вещи, в чем-то конечно не может. И более того, это все как бы нет, это приятностки. Ну там много. Теперь возникает конечно вопрос, на который ответ очень трудно. Почему приказ понимает, какой человек достаточно жирче, коммуникабель. Есть очень много примеров, когда с людьми в любом уровне вступал в нормальный картер. Но по-житейски у Клибина вроде бы все хорошо. За каждый свой проект он получал достаточно серьезные идеи. Если он не мог получить нормальный статус, он пишет по тем к напишем. Далее не могут сделать дворянинам помощники, но поскольку мне нужны деньги, куча детей, с детьми у них хорошо, три жены, от каждой трех сына. Дети принимают дворянство, дети как правило окончают горные институты, поэтому дети и внуки интегрируют очень хорошие системы. сам оказывается вроде бы не хочет, понятно, что не хочет. Понятно, что ему считают, что в том положении, которое находится, по образу внешнему облику, по манерам, по разным соображениям, отчасти по легионам, в очень большой степени адаптируясь к той среде с не хотелось оказаться совершенно в чужой неоднородной среде. скажем так, интерпретация той мотивации, которую он был. А самое главное, что те вещи, которые он в качестве рутинной работы выполнял в основном, которые это не вовремя, а какие-то незурядные вещи, которые мы помним, которые теперь мы пытаемся анализировать, они доказываются как совершенно незурядные. И они абсолютно не восходят. Вот самое главное нарисованное из них. что-то достаточно понятное, вот этот прожектор знаменитый, понятно, что в нем, скажем, это не оригинальная вещь, водная академия, они очень долго меня уговаривали, что в них подлиннее, понятно, что у них там уже поместное, что-то такое. Где гораздо позже сделано такого дубляка. Слабый маленький источник света, и определенный конструкция зеркал, организовывают весь сель. То есть много курьезных ситуаций с этим связанным. Во-первых, сам Кулигин не смог организовать коммерции. То есть они начали выпускать эти фонари, то есть ясно, что у них было, скажем так, некоторые, они понятны, что это рынок был, они получили какие-то минимальные деньги, а дальше все, дальше просто чертежи не пропали, и получилось так, что, гораздо более успешные люди выпускали чертежи, и люди не получили ничего. В этом отношении Костромина уже в Петербурге не вынят, потому что ясно, что он сам был не мотивирован, там что-либо поставил все другие задачи. В этом отношении ситуация, что я арт, что у лата абсолютно не была. В этом отношении у лата даже на ранних стадиях своего становления и своим развитием конечно был встрет современным языком гмензорские ситуации. То есть в этом отношении даже более того, то есть когда еще не было патента на компенсатор, когда и действия не было, самые некоторые предварительные работы о модернизации парового двигателя они уже были связаны с коммерческими проектами. Забыл, к сожалению, фамилия, но не Болтун. То есть как бы первый этап работала связана с другим как-то человеком, но это тоже будет принимать. И в этом отношении нет, Болтун потом. А вот первый партнер, в котором они 10 лет работают, они как раз когда не добрались еще конденсатора, потому что идея конденсатора неинтуитивно возникнет, но она достаточно долго возревала. И в этом отношении над ковлицом с сильными полезными вот в этой интерпретации с одной стороны было понятно, что нужно охлаждать воду и рабочий цилиндр развести, то есть сзади числом понятно, что это просто и понятно. Но этого же нет. очень долго экспериментировали вот эти эксперименты по упругости пара, по работе спара, что кардинально отличало, вот это практическое термодемент, что кардинально отличало, конечно, все вот эти огневые машины, которые были раньше. и я с удивлением обнаружил, что Кулибин тоже пытался как бы рисовать огневую машину. И мы как бы увидим, там есть некто чертеж, но такой ненормальный огневой машин. И в этом отношении, конечно, советская мифология о том, что Коузунов сделал нечто такое, и там дырят у ЛАТа изобрел паровую машину, это, конечно, смешно. Понятно, что паровые машины существуют очень давно, даже у ИНАТа какой-то них прототеп паровой машины, ну, проходи правой машины, наверное, герман Александринский, там газовая турбина, то есть, когда парк крутит некоторый робот. И хоть это скорее не техническая вещь, а некоторая современная языковая скульптура, скорее, бог-бог и ов. Но, нацем не менее, это все равно уже техническое решение. Оно становится в контексте не только научным и техническим. Если овок это некоторая в большей степени такая практическая патентовая, я почему как раз сейчас перешел в окно, если кулигин терпит поражение в элементарном производстве своих фонарей, когда мы их просто вымыкнули и все, и никакой защиты нет, то, естественно, уАл, это первая патентная получает для гремесатора 1864 пугов. Ну, я боюсь, там, вот такой плюс-минус какой-то, но, примерно на эту полу. И 10 лет, которые патент позволяют этим работать самостоятельно уже с болтом, когда умирает его первый партнер, позволяет как раз уже вытянутся на тот уровень, на котором они получают уже тот уровень, на котором они могут работать уже самостоятельно. И решать уже очень много разных работы. Понятно, что конденсатор весь принципиальный, который провоцирует целое направление и сверху с людьми. А то есть там было очень много механических цифров совершений. Двойной цифр действия, автоматического регулирования, революция становится кардиналным. Это не насос, который выкачивает лодуша, а это универсальный двигатель, который может работать на других предприятиях, которые провоцируют промышленную революцию. То есть получается так, причем в данном случае завершаем разговор по этой первой схеме, потому что более быстро пробежимся по картинкам, в смысле этого сопоставления, что универсальность Леонарда на рубеже 15-16 века как раз обусловлена сменой идеологии и мировоззрения. То есть когда четкое разграничение элитарных занятий в университете, богословии, инструденции, медицины, то есть интеллигентные люди образованы естественно руками ничего не имеют. В этом отношении получается человек, который выше из мастерской, который работает руками, а на который получает гуманитарное интеллектуальное образование, начинает подниматься в эту татуру. Леонарда соединяет эту татуру. И я немножко упрощаю, но в этом отношении идея универсализма скорее в них универсализма Леонарда он наверное доминирует, но тем не менее мы можем открыть любую мускулопедию, какую угодно, я имею в виду научную мускулопедию, там обязательно будет Леонард. Если открыть математическую мускулопедию, естественно там будет закон имени перспективы. Понятно, что Леонардо как художник этим занимался, и конечно он достаточно формализовал именно как Диомер. И вот это его мускулопедия, но дальше он не мог двигаться в этом направлении, у него не было как бы достаточно четко специализации. И в этом отношении как бы он пробежал вот этот круг, то есть попав в новую ситуацию, а вот вот это изменение скажем так средневековых традиций с этим четким разделением духовного и телесного, они как раз достаточно четко как раз Леонардо изграничен. В этом отношении поднесимы. Он и соединяет, и разделяет. Потому что и доля на живописи уже преоблагали анатомические мотивы, ну тут уже совсем не полезен, но тем не менее, то есть очень много то есть на то изменение сюжета происходило, но все равно тем не менее как бы живопись до Леонардо очень в большую степень относилась к современной леволюции. Вот превращение картины в то, что делает в какой-то степени нового времена современного связывателя с Леонардо. И ему что приписать? Это так фильм то есть линия, которая разговаривает рисунок. То есть буквально раскрашенный рисунок. Леонардо картинка раскрашена с четкой границей. на одного предмета другого предмета. Вот это его знаменитая сумма. Он меняется манеру живости. достаточно как изощрён изготовлений крас. Революция происходит в этом отношении. Это не просто техническое, это не просто манера рисования. Это мировозземическая революция. В этом отношении Геонардо как человек контуистический, органичный. И отчасти его мир, его идея была. То есть человек живет в этой среде. Человек должен свободно себя чувствовать в этой среде. его идея фикс, скажем так, это конечно полет. где-то 35 лет он уже сконструировал свой первый летательный аппарат. дальше он всю жизнь пытался конструировать летательный аппарат. Чем сначала пытался использовать мускую силу человека. Потом это естественно было нереально. В любом таком приличном в первом селе Варшаве техническом музее. хороший технический музей. Где в паре естественно где вот эти летательные аппараты изготовлены. человек очень подробненько причем они сделаны сверху в том, что это нужно сделать полетит. То есть в этом отношении идея фикс Леонарда мало чем отличается от идеи фикс Кулибина. И вот надголовый Кулибин, правда надголовый схема вечного двигателя, который вышел даже на памятнике Кулибинском парте на Петропавловском кладбище реализовала. Но тем не менее, вот эта картинка как раз это вернее схема Леонарда, где он показал, как эта схема вечного двигателя не будет работать. грузики противовесит. То есть вот это очень характерная вещь. То есть Лидин, идея вечного двигателя попала к нему достаточно рано, естественно, поскольку это был такой сюжет расхожий. Тем не менее, он всю жизнь вдохновлялся этим сюжетом. Более того, то есть у меня первый заход, почему я даже назвал вот так, русский Леонардо, в данном случае русский Леонардо это название, которое возникло достаточно давно. вот тело как в некоторой такой внешней похожести и в деятельности. А дальше рабчасов. Сказалось бы, что сам факт того, что он всю жизнь мечтает о вечном двигателе и не может преодолеть, хотя оказалось уже в начале 18-го в начале 19-го уровня развития науки и даже академическая среда, которая находится, должны были так подвергнуть на то, что это по крайней мере не так. Попытаться поставить вопрос почему не так. Тем не менее, он до самого конца. В самых последних документах в своих бумагах он там пишет, что сюжет он не волнует у меня. он, понимаешь, что не работает. Почему он не работает? Мы живем. И я, как бы выражаю перед этим, сюжет, то есть этот мир вечного двигателя оказался продуктивным. Потому что вот эти тонкие манипуляции в механических системах с энергетическими моментами они позволили модернизовать очень интересные вещи. в этих превращения механической норки в некоторых конструкциях часов, в его знаменитом автомобиле. то есть вот это экономия неханечественная. То есть как бы терминалитический сюжет оказался абсолютно вне его поле зрения, то есть у меня образование, практики. Абсолютно оказалось вне. И в этом отношении вот этот сакраментальный вопрос, риторический вопрос, врат часов. Нет, конечно, да? Врат часов подразумевало, что он именно тот ревесленник, который освоил некоторый уровень знаний и навыков, которые клеточки, ничего подобного. То есть Кулибер был в состоянии выходить совершенно в разных областях, выходить из-за рамки того уровня наоблах. Причем выходить, ну скажем так, не только ремесленными, только руками, не только кончиками пальцев, а он выходил, скажем так, формулируя некоторые принципы. И вот в данном случае очень красивые аналоги, то есть терминами не существовало естественно, и в работах ЛАГ, но это ЛАГ как раз показывает и в работах Кулибер она показывает словесную форму. То есть когда он словами записывает некоторые формулы, которые можно формализовать, которые можно превратить в автоматические конструкции. В данном случае предвосхищаем от технические закономления, где эта практика рутильна, вот эта техническая работа превращается в четкие математизированные и технические инструменты. Вот если улатовская деятельность интегрируется и провоцирует развитие уже научных, технических и экономических направлений, то то, что остается в Кулибере, это в лучшем случае архив, который можно анализирует. Итак, последнее замечание, то есть я бы хотел подбежаться по этому церкву, сюжет, на котором есть, самая знаменитая работа это мост, конструкция которого на сто лет предвосхищает вот эти арочные конструкции мостов, ну и собственно достаточно много там, и получилось так, экспортирование по этому мосту сглазалась Эйлером, Эйлер, тоже там отдельный сюжет, когда Эйлер, ну как математик и инженер, он достаточно четко понимает ограниченность тех математических метров, которые есть для того, чтобы смоделировать и математически показать работу этой конструкции. И в этом отношении он, конечно, ну это Дмитриевская интерпретация, он, конечно, как бы не договаривает, и он, с одной стороны, есть более челесные отзывы о клинии, как омешаники, как о человеке, который выходит за рамки просто рукоделия, который ухитряется сконструировать в своем собственном логике своего развития сконструировать в частности конструкции, которые потом теперь считаются американским, вот конструкция такого арочного места там со распределением она будет, но она достаточно сложная эта конструкция, то есть она, то есть, логики мостостроения она реализовалась очень плохо, а естественно в то время она осталась просто как пыль в конце 18-го века. Следующий это семафор, то есть, сюжет семафора возникает во время русско-турецкой войны, когда Кулибин предлагает как бы вот эту свою конструкцию, ну и получилось так, что естественно направил, вернее, он выгражден, он поощрен, реализация никакой и гораздо позже уже закупается гораздо более простая французская система. То есть, в этом отношении как бы институция, то есть, та среда, которая находится, абсолютно не воспринимает то, что она делает. это вот единственный портрет Кулибина, который вообще сохранился и он существует реально, он находится в нашем краеведческом музее в запасниках, так что его можно вполне посмотреть, но он же очень поздний. Так, но это вот поскольку там еще было некоторые такие пиаровские функции, то мы хотели показать, каким образом это не совсем Кулибинские времена, но Нижний Ногур там сильно поменялся знаменитый рисунок Алиария и тем более на нем можно как бы показать Ильинскую свободу, где жили уже Кулибины, где он смотрел на строганскую влашнюю часы, которые он починял. Вот это тот самый пример, про который я уже немножко вспоминал, каким образом техника трансферировалась учителя. Тем более что этот сюжет связан с Леонаром. То есть, это Огофонах в работах по Нижегородскому Кремлю он обнаружил рисунки Леонардо, которые очень напоминают планы башен, очень напоминают некоторые башни Нижегородского Кремля. Ну, он так бы допускается в этом отношении. Причем это очень Леонардо в этом рубеже 15-16 века, но и Нижегородский Кремль строится примерно уже трое. То есть, в этом отношении то, как бы трансляция такая техническая происходит в данном случае это как бы уже не Агария, а такой относительно современный вид Нижегородного города, где знаменитый в Рокстрогановской церковь, где 12-летний Кулибин починил часы. ну вот он уже близко. Вот эта фотография как раз, где еще нет ни комплекса Кулибинского, ни часовок. И в какой-то степени вот это пустое место, и хорошо что фотография зимняя получилась. на этом месте между Ильинской церковью как раз где-то находился Кулибинский дом, который сгорит. И теперь вот стоит уже так все дом не организованно тут стоит число колокольням 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 стоит знак Кулибинский и висит сквер а у него уже как некоторые мемориальные месте. Вот эта фотография как раз другую сторону откуда вышли Кулибинский его предки родился в Паднове, а родители из оттуда с горстой стороны с той старообрядческой стороны и вот классическая дмитрийская фотография со старообрядцами и в этом отношении как бы сама жесткость старообрядческого канона который может не позволяет трансформировать ту самую исходную мифологию которая формировалась в Лиде и которая была таким одним из мощных авторов который и определял все его деятельности ну тут я уже как их такой мрачной фотографии добавил еще и сюжеты это крестьян художество современное а это как бы то с чего хлама начиналась это же как раз среди скоробрядцев хохрома это как некоторые оформления опять же религиозных предметов ложки появились гораздо позже ну вот это вот сакраментальное как раз лицо театром ну и вот теперь тот объект и более того вот этот портрет Леонардо которым мы все привыкли в принципе то есть это конечно недостоверно в данном случае есть вариант что это набросок Леонардо капусту выставили лечить если текст больше времени ступени его мы можем в какой-то ступе уже о самом Леонардо а его мотивация то вот что касается таких расходных изображений которые мы привыкли может оказаться что и вот сейчас я это проведу как вот это параллельность в работе Леонардо и Леонардо еще не существовали как такие сложные инструменты для Леонардо предлагает недостаточно радикальные изменения числового механизма ну она хочет дискретно движение часового механизма ну вот эта схема она взята из книжки Пипунирова история часов но она так считается на то время когда она выходила и здесь общая схема когда основные события история часов и понятно что Леонардо попадает ну а синий полосочек время Леонардо и конечно там самые примитивные конструкции механические часы и то что он предлагает оказывается недавно довольно интересный городик хотя считается что то изобретение которое спусковой механизм который повлиял на формирую даже доспех воинской стратегии в этом отношении как бы изобретение в какой-то степени похожее на Кулибинск а Кулибин ясно что же конечно осваивает вот это все механический класс все основные сюжеты которые механические часы и конечно Гювенса уже работал и математикой то есть ученого и изобретателя и понятно что в этом отношении как вот это часовое образование Кулибина предполагает уже освоение всего по крайней мере как и в этом отношении как вот это была исходная конструкция которая позволяла понять их совершенно как разную стартовую позицию но вот это вот тот ненимитий мост который вот я уже говорили и отметили что он достаточно уникален по своей конструкции революционно своей конструкции но тем не менее если мы берем опять же ситуацию скажем так коммерческую его бы никто никогда не построил это как бы уже дмитриевские такие рассуждения когда будет непонятно что вот представьте центр Петербурга мы уже видим что современные мосты они же невысокие то есть они все в горизонт в воду они в горизонт как бы с основными сооружениями и вот этот мост который по высоте перекрывает вот эта арка который перекрывает все к тому же на деревянном то есть ясно что скажем по эксплуатационному слою по своей по архитектурному слою на то самое место а это место как раз было новосельский остров то есть центр Петербурга такая штука маловероятно что она была то есть реализовать можно было но скорее всего кроме чисто технических вещей существует очень много других которые определяют и вот либо они есть либо их нет если форментарная как бы составительность или аналог и тот успех уанта они показывают как раз совокупность тех факторов как у системы общества в котором существует то кулибин это общество в котором существует очень много разных социальных групп которые живут совершенно по разным правилам которые живут в разной мультарности и вот в этом отношении теперь это как раз с этим связан не системность не организован но понятно что у леонарда можно было найти конечно гораздо более интереснее но это в данном случае как некоторые такие варианты по всей Европе вот эти музейчики леонарда где они по эскизам реализовали его как будто настоящий настоящий машин и там выяснилось которые из них облогов которые есть мировозг я как что там в основном лежали полно корректно историко-наочное исследование дальше конечно там уже был дочек коммерческий проект когда почти в любом европейском городе вот эти были деревья конструкции и замест с какой-то количеством евро можно было ходить и приобщаться к всему вот этот заменитый фамилидер и фонарь леонарда в этом отношении отражатель и линзы леонарда они как бы дополняют почти получается современная вот это знаменитый с написанием и я нарочно то есть ясно что в политическом музее есть реконструкция автомобиля кулибина но именно реконструкция потому что кулибинск свянорочный чертежи и эту саму свою коляску вот по описанию коляска была совершенно фантастическая она обладала трехступенчатой коробкой перед она обладала механическим маятником в этом отношении то есть под горку мы едем накапливаем энергия потом у нас горка могла как бы защит найти довольно массивный то есть сама к себе конструкция довольно тяжелая 30 км в час немного то есть кулибинск сам ее управлял из 2 человека то есть водитель и того кого весит ну такой рикш ну скажем так даже интереснее чем ну как бы современный велосипед потому что велосипед и велосипед кроме силы трансформации вот этими передачами ничего нет здесь это был уже почти автомобиль автомобиль который как дурой вот этой тяге выполнял тот механический мухович ну муховин даже и тем не менее вот это осталось вообще игрушкой абсолютно тем невостребованным именем но знаменитая машина Леонардо которую как раз и воскресили в процессе вот этих итогов которые сейчас есть вариантов очень много она была формально гораздо более простая гораздо более грубая в ней тоже есть элемент механического сохранения энергии но автомобилем это конечно назвать можно очень большой натяжкой и там есть версия что это всего-навсего какая-то реконструкция для того чтобы перемещать на сцене какие-то декорации то есть скажем так если кулильский автомобиль это почти механический автомобиль то есть для этого очень доверен так ну и вот знаменитые водоходные судно но это уже конечно игра такая пенсионная и опять же вот этот некоммерческий успех вот опять возвращается кемензерской организации вот это как вот так то делала всегда которые существуют кроме первого самого начального шара где костромин купец костромин выполнял роль менеджера который прекрасно понимает куда нужно владеть что нужно делать для того чтобы получить этот результат все остальные практики конечно оказались абсолютно вне коммерческого экономического контекста и в этом отношении причем много давать деньги на этот судно он получил 13 тысяч рублей в начале 19 века это огромные деньги он с этим деньгами приезжает вне много он на них существует он там нанимает няньку своем детям поскольку там жена от этой няньки у него тоже появляются дети то есть все как устарабляться положено на всех женицах все законные дети которые мы уже говорили что они очень удачно состоялись но тем не менее экономически вот эта вещь не современный языком просто не разрушает не экономический среду которые существовало водная академия не поскольку у них это основная игрушка некоторые реконструкции есть но с другой стороны они они регионы то есть ясно что он берет за основу туловную систему мы потом ее не беремен но идея в принципе красивая она как бы это душе кулибин использовательная трансформировательная то есть когда энергия реки плоти в течение начинает тащить к аргументу рекорда но опять же экономические соображения нет в пользу кулибин поэтому проект в данном случае пропал если модель моста оказалась некоторым курьезом который развлекал публику некоторое время то здесь вообще ничего не стало только драма вот это водная академия проект судя но и конечно понятно что леонардо как инженеры такой в морской стране естественно у него просто эскизы леонардо для достаточной вечерпалки но у него и такие чистокровенные проекты это тоже нет некоторые игрушки леонардо а вот это как раз я с уделением обнаружил это вот чертеж кулибин из архива кулибина чертеж который похож на настоящую правую машину вот эту конструкцию парового двигателя лавровского более не знаете к какому году привязать но там просто есть некоторые тексты уата пытались купить русской академии наук и когда понятно ну как как приглашали всех западных ученых паузы и и и и раз в отношении такая была пауза в его деятельности и в принципе как обычно перекупить науки угодно народ поскольку уже королевское общество поэтому не знаю что есть некоторые тексты потом говорит боже упаси ши русский медведь зацепил уата и что нужно делать все что угодно чтобы он никуда не уехал и исчез это было бы болтоновского проекта то есть вот это было бы конечно интересно если уат попал в академии наук как раз ну и еще я как бы в начале обратили внимание на даты просто дата жизни уата по 83 года они прожили это абсолютно синхронный сюжет ну а вот это как бы некоторая игрушка но мы уже говорили о том что всякие игрушки с паром ясно что они существовали всегда то есть начиная с античных пореволей конечно ясно что Леонардо тоже попробовал ну вот один из станков Леонардо ну тут понятно что в рамках инженерной деятельности ну тут нужно было там расставить брюна то есть вот таких ничего не нужно получить вот некоторые рутильные работы инженерные у Леонардо как раз уже не на уровне зарисовок даже не реализуемых а в данном случае как раз нормальный станок который работает так а вот это вот уже как раз в аэропорт и вот когда на него смотрят физически они на картинке там видно вот такое ощущение как вот современный Дельтекор но только не Дельтекор и вот там вот в эволюции вот этих приборов которые он делает в конце он все-таки уже отказался от использования внуковой силы вот если мы возьмем историю самолетов там же очень красиво показывают там самолет вот Жуковского еще что-то там разными путями но вот эти братья Рад знаменитые как бы сошлось три разных линии линия управления линия планирования и линия вот удельной мощности двигателей вот только когда мы поставили то есть когда появился двигатель с нормальной удельной мощностью когда мы научились управлять и когда у нас уже получились достаточно четкие планиров тогда уже вот эта этажерка она стала прототипом как бы современного самолета это было чуть больше сто лет назад он полезный момент к столетию первого полета попытались реконструировать был такой проект его долго-долго делали если райкин довольно быстро построили свой самолет на базе велосипедного завода то к столетию первого полета попытались из тех же ну из более-менее похожих материалов реализовать этот самолет мощные во-первых они его вовремя не построили а потом конечно не полетели потому что страшно то есть в общем как бы некоторая авантюрность вот того что происходит второй раз она конечно более чем очевидна то есть ясно что конечно я надо то есть некоторые движения как бы было в этом направлении но до до райков было еще очень-очень далеко и конечно не только и много в этой системе в которой есть много много разных компонентов которые не взять на все они складываются нужно только минимальное достаточно количество компонентов которые складывают некоторые ну и вот это вот опять же картинка леонардо которая показывает почему не будет работать так механическая схема вечно двигателя все типы либо конечно в основном механические сюжеты леонардо это наверное был враг того времени там был еще и фокус кроме всего прочего вот Леонард играл в этом отношении в проекты вечно леонардо что леонардо леонардо что леонардо что леонардо не все получается естественно разные пространства в котором разные технические языки по-разному срабатывают вот вместе как вот это знаменитая понятно что на по-русски прочитать архаичным языком но можно перевести в математику критерии критерии подобия того моста где сажение поскольку 10 раз меньше то как нужно нагрузить вот эту модель чтобы корректным испытанием и на базе этих работ уже потом тридцать шестом году сопоставляют разные подходы и разные методы конструкции рассуждения они формализованы потом они формула и и потом рассуждение скажем так поскольку они так рассуждали в разных категориях то конструкция приведена тем моментом которые формулируют без математики те модели с которыми он работает так ну вот это фортрет лата машина которая после всех модернизаций так и вот пример то же самое формулы это словесные формулы дел уже моделируют таких словах уже модели формулы старые где написали про технику и просто поиграли то есть художник поиграл на картинке обратить внимание когда мы взяли юровский сюжет где архангел михаил там сражается со всякой всячиной там вот такая западная картина и потом тут все идилличество такая картина наверху там происходит сражение всяких нечистых сил здесь вот перевели все то же самое и там апокалипсис была апокалипсис здесь апокалипсис техни то есть идея какая была это было начало 90-х годов мы читались флоренского Берзяева Хайдегера как Булгакова Сергей Булгакова Такая техника это не просто трансформированные природные формы человек техник генерологические подобные и в этом отношении как бы идеология скажем так философии технического века пока она активно существовала и в данном случае как раз что из этого получается и дальше мы берем то есть вот может сравнивать который и культура и институции различные институции по юридически экономически и финансово они продолжаются развиваются как единая система а это вот некоторые метафоры в чем картинки нарисованы уже не специально здесь обложку и словами для нас эти картинки вот на рубеже 90-х годов это поселить это кукта зонах нарисовал просто санкции с этого в какой-то степени нарисовал курики лидера который может верить бог знает во что когда его там арматизм в этом отношении то есть те сложные культурные контексты в которых они формируют его мироощущения и в этом пространстве пересекаются те технические вещи которые консулируются из западного мира из восточного мира из арабского мира ну и понятно в этом отношении какой-то никакой органик у нас не получилось так ну и вот это уже если там кулибинские времена архаичные то вот это вот уже как немножко такая на советский союз лишь похоже когда в этой технической цивилизации когда ведь вещи скажем так потусторонние оказывается немножко заказал и вот тогда уже но это начинает это с гердяевым и потом как в принципе это очень близко к истине когда идеологии китара советов этот машина советской идеологии когда самоценность технического развития любит беда это просто балл вот эти дали песни будем верить в эту технику как вы по-моему и получит ясно что это не часть всего того чего происходило в советском союзе мы на этой территории сразу на людьми население это не менее очень во многом то есть вот это скажем результат мы получили а дальше получилось так что вот где-то причем в 61 год ну в данном случае не просто подобрали такие как примеры которые связаны апогей апогей развитие вот этого такой технико-центристской системы получилось что в октябре 61 года как раз были там ключевые испытания алексейского монстра но и полетели все-таки мы говорили мы говорили с людьми которые с ним работали были с людьми которые всего ученика и вот очень во многом алексейский сюжет эмпирический сюжет то есть где много не просчитывается где много не очень понятно то есть ну как бы до сих пор вот эта вещь не скажет так на уровне устойчиво технической конструкции она не работает работает на старых в очень низких областях и очень определенных маленьких каких-то размеров если это огромный проект они же были бы так можно сделал или это не переживает это позволяет что это огромная экспериментальная база алексей где были сотни сотни вот этих прототипов которые работают опять же крючки стараются перед тем другом если здесь как бы все-таки более-менее понятно где граница того что считается что не считается того что мы знаем то следующий сюжет конечно как и связи со всем но тут я как бы даже не буду уже вот этапами проект про него много говорили много писали как бы там тоже инженерная задача и мы сейчас уже при математическом моделировании вообще-то всех вещей можно гораздо больше сказать но в какой-то степени если алексеевский задача больше технической технической работы ясно что здесь скажем передовая наука на реализованных технических конструкций и я как некоторые провокации понятно что в одно прокрустного ложа мы не можем засадить все но тем не менее как бы завершая наши разговоры и наш сюжет вне резюме как бы общий вывод вне какого-то мифа теперь вот я называю этот миф же них не так искажение реальность не не тот миф кулигина который сложился там в начале девятнадцатого века благодаря державенским стихам благодаря островскому где кулигин стал каким курьезным человеком который скорее дискредитирует какие-то достижения науки какие-то курьезным изобретателем них попал то есть в данном случае я хотел как раз показать что им леонард и у хулигин существовало некоторое неосознаваемое пространство ценности пространство которое направляло не явно направлено то где они были профессионалы те языки которыми они владели те математические технические конструкции которые если этого не будет то не будет собственно потому что науковое отношение как то что можно определить период этих людей это просто будет тех как некоторые технологии которая повторяется мы попробуем сделать то же самое если получится но дальше нам обязательно нужно вот это не полу да дым развеется технология кончится мы поймем не что мы сделали моделирование как будто этой новой ситуации и нам нужно будет изобретать опять новыми чтобы выйти за эти границы иначе мы будем в рамках формализованной системы нам будет скучно я сам это главное скучно лава скучно будет потому что мы не можем не сможем тогда выйти вот в то пространство интуиции которые этот книг вызадает на этой картинке у нас такая смешная картинка